Сибирский лютый мороз Сибирский лютый мороз На этой неделе проходит республиканский турнир по фигурному катанию. На соревнования померятся в мастерстве исполнения своих программ. Приехали фигуристки из Алтайского края. Выступают любительские разряды и детские разряды. Разряд это квалификационные разряды по фигурному катанию. Начинаются они с нормы юный фигурист и юношеские и спортивные разряды. Сегодня у нас именно норма юный фигурист и юношеские разряды. Любительские разряды это уже более взрослые дети, которые занимаются с более позднего возраста. У них разряды такие как пребронза, пребронза, бронза, серебро и золото. Родителям следует помнить, что помимо красоты и изящности, сам спорт требует больших финансовых вложений. Добавьте к этому и травмоопасность. Я занимаюсь 7 лет с реконструкцией Солидея. Выбрала, мама отдала и продолжила заниматься. Я занимаюсь 2,5 года. Меня сюда отдал папа и мама. Мы хотели просто попробовать, дальше я просто начала. Мне это понравилось. Ребенка можно поставить на коньки с 2,5 лет, если заниматься индивидуально с тренером. В группу идет набор с 4 лет. Насчет того, дорогой это вид спорта или нет, да. На самом деле это дорогостоящий вид спорта, так как у нас дорогостоящий инвентарь. Несмотря на все это, в секции фигурного катания сейчас занимаются свыше 100 воспитанников. Набор на группу проводится ежегодно в сентябре месяца. И желающих стать фигуристками много, говорит тренер Елена. А для развития этого зимнего вида в Туве регулярно проводятся соревнования, параллельно повышают квалификацию самих тренеров. Хочется пожелать просто пробовать, не бояться. И тем, кто уже пришел, заниматься в удовольствие. Это самое главное. Первоначальное фигурное катание представляло собой состязание по мастерству вычерчивать на льду разнообразные фигуры, сохраняя при этом красивую позу. А в Олимпийских играх наследие советской школы до сих пор живет. Россия с завидной регулярностью занимает призовые места. Первенство по баскетболу среди школьников Республики проходит сейчас спорткомплексы Субэдэй. Отобранные вначале на местах сливки соревнуются за главный кубок, а количество команд около 20. Даже визуально этих ребят можно определить по высокому росту и сухому желестому телосложению. Сразу видно, что они играют в лучшую игру, которую придумали в новом свете. Поболеть за свой город или район могут все желающие. Финал игр пройдет завтра, 2 декабря. А на этих кадрах вы видите тренировки тувинских сумоистов к предстоящему международному турниру в городе Чехов в первых числах декабря. В состязаниях примут участие 200 спортсменов из государств, участников СНГ, ШОС, а также команды из Грузии и Монголии. Во всех весовых категориях соревнования будут проводиться по круговой системе. В каждом поединке за медаль победитель будет определяться по результатам трех раундов. Пожелаем нашим Суматори успехов. Это был самый быстрый нокаут на настоящее время промоушене Eagle FC, которым владеет чемпион UFC Хаббит Нурмагомедов. Оформил нокаут тувинский боец Ренат Андар в феврале этого года. Сам Ренат говорил после боя, что готовился к серьезной зарубе на все три раунда, но сумел поймать встречным левым своего соперника Хусейна Сафари. А сейчас в цокольном зале бойцовского клуба Red Eagle, что в Кызыле. Андар тренируется с одноклубниками к предстоящему бою с дагестанцем Ренатом Хаваловым. Турнир приурочен памяти отца Хабиба и пройдет в Казахстане 10 декабря. Желаем удачи Ренату. Прошлое воскресенье спорткомплексы Субэдэй имени великого воина Субэдэя прошли соревнования по мини-футболу среди женских команд. Игры были приурочены ко Дню Матери и подобные соревнования проходят впервые. Идея вообще возникла при совещании совместно с Федерацией футбола Республики ТВ, то есть Управлением спортивных мероприятий, Министерством спорта Республики ТВ. То есть мы совещались, хотели сделать что-то такое, ну, инновационное, ну и возродить, конечно, вот этот женский футбол. Наша команда спрещенная, играем хорошо, друг друга чувствуем, это главное. Тренировки отлично, хорошие. Ну, команда Лей-Радин. Женский футбол живет по тем же правилам, что и мужской. Такое же количество игроков, такие же размеры поля, те же 90 минут матча. Главное отличие – это скорость игры. В женском футболе она в среднем ниже, но… В плане физической подготовки, да, есть команды, конечно, очень прям сильные. Это команда Сбербанка, команда города Агдаурака. Соответственно, студенты ТФГУ, тоже очень сильные команды, подготовка, в принципе, у них очень хорошая. Данный турнир был объявлен буквально полтора месяца назад. В результате первое место заняли команда Сбер, вторые команда Министерства здравоохранения, бронзу рвали девушки из Байтайги. Женни Чамаян вновь стала обладателем золота. Это произошло на чемпионате России по дзюдо «Спорт для слабослышащих», который проходил внедавно в городе Каспийске в Республике Дагестан. Другая спортсменка из Тувы, Чаяна Оржак, стала серебряным призером в своем весе. Найдан Кулер стал серебряным призером Кубка России Бабаево Мусамбо. Схватки проходили с 21 по 25 ноября в городе Кстово Нижегородской области, где отбирают на Кубок Мира. Вот такие спортивные новости. Если данный выпуск вам понравился, то предлагаю совершить ряд простых, но весьма полезных дел. Первое. Отожмитесь 20 раз. Нет. Шучу. Первое. Поставьте лайк. Это по желанию, как хотите. Второе. Подпишитесь на наш канал. Это обязательно, чтобы быть в курсе всех актуальных событий в нашем регионе. Автор программы РС Мангуш, монтаж Мелек Оржак. Услышимся.